Приветствую вас, значит, вы пишете, правда ли, что каждая новая влюблённость слабее предыдущей, нет, не правда, потому что влюблённость это просто стресс, речь идёт о любви, и влюблённости с уровнем взросления и достижением зрелости у человека меньше, а вот любви становится гораздо больше, но даже не смотря на это, если влюблённость возникает, если влюблённость возникает, она ни в коем случае не оценивается по таким критериям, как слабее или сильнее предыдущей, потому что каждая влюблённость нацелится на отдельного человека, искаженным человеком эта влюблённость проявляет себя по-особому. Дело в том, пишите, что я у мужа пятая или шестая девушка, это означает, что, согласно этому правилу, влюблённость у меня была откровенно говоря слабая, нет, это совершенно не означает этого, это означает лишь только то, что вы не уверены в себе и что вы ревнуете к его простым девочкам, вот, и всё это означает, что вы обесцениваете себя. Бывшие девушки затмили по силе эмоций, нет, бывшие девушки не могут затмить по силе эмоций, потому что с ними были отношения, с ними были чувства, но они завершились, и начались другие. Дальше, впрочем, ответ кажется, знаю, ведь муж сам когда-то сказал, что перелюбливал своих первых, и кто горел, того не предназначаешь, из этой фразы чувствовал себя совершенно несчастный. Ваш мужчина говорит о травматичности своих предыдущих отношений, ваш мужчина говорит о том, что он очень много вкладывал в отношения, потому что это были нездоровые и зависимые отношения, такие же, как сейчас у вас. В этом смысле можно сказать, что ваш муж просто компенсирует то, чего у него не было через вас. Дальше, вы чувствуете себя из-за этой совершенно, из-за этой фразы чувствуете себя совершенно несчастным. Почему? Как, аноним, одна фраза может сделать вас, человека, другого несчастным? Как? Есть ли хоть единственный шанс влюбить в себя мужчину с такой силой, будто он любился в первый раз? А зачем? Очень хочется зажечь огонь страсти и сильнейшей зависимости, как у меня, где он без меня не будет представлять жизни. Я думаю, что вам нужно выходить из зависимости от своего мужа, выстраивать более здоровые отношения с ним, а не стремиться сделать его зависимым от себя. Не хочу быть тенью бывших. И не будете до тех пор, пока, точнее не будете, если перестанете сравнивать себя с ними. Возраст 27, я инфантилка. Что это значит? Что вы вкладываете в это слово, что вы инфантилка? 29 лет мужа, заранее спасибо за ответ. Ну, что я могу сказать? Вы зависимы от мужа, вы ревнуете, не уверены в себе, вы боитесь, что муж вас бросит. Вы действительно не постарайтесь сложить. Но без него это означает, что вам самой по себе ничего не интересно. И кроме мужа, на данный момент, сейчас у вас ничего своего нет. И вы хотите, чтобы муж был таким же зависимым от вас, как и от него. Но это невозможно, потому что, если у вас ничего нет, вы растворяете в мужа. А если вы растворяете в муже, то муж не может никого иного в вас видеть, кроме самого себя. Поэтому он будет от вас отдаляться. По крайней мере, он будет держать дистанцию. Ну, неприятно, знаете ли, находиться в отношениях с самим собой. Такая вот история. Я, если честно, не уверен, что вы захотите принять ответ, который отличный от вашего. Потому что ваш ответ предполагает, что вы находитесь заранее в проигрышном положении. И единственный выход из этого положения – влюбить в себя мужчину. Но чтобы мужчина влюбился в вас с такой силой, нужно быть кем-то, вы не являетесь кем-то, если зависите от него. Но парадокс в том, что став кем-то, вы уже не будете нуждаться в том, чтобы мужчина в вас влюблялся и был от вас зависимым. Вопрос в том, достаточно ли у вас сил, чтобы принять эту, в общем-то, простую истину. Достаточно у вас сил для того, чтобы работать над собой и признать, что это вы ревнуетесь, что это вы чувствуете себя неуверенно, что это вам некомфортно. И принять личную ответственность за свое счастье. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.